Это передовик. 400-килограммовый Борька два года честно выполнял свои обязанности. И как результат не меньше сотни молодых поросят. Но фермер Виктор Проваторов смотрит на перспективу. Говорит, коров держать выгоднее, чем свиней. Этих 7 месяцев только выращивать. А с молока прибыль ежедневная. Потому судьба Борьки решена. Его кастрировали. Сейчас по сроку 3 месяца выйдет. И сдадим на мясо его. Он начинал 6 лет назад с 20 поросят. Ради них уехал из города, купил под Елутеровском в деревне Коньгодом и с нуля отстроил хозяйство. Но сегодня молочные рогатые его все. Вот здесь у нас тюлочки, подрастающие по голове взамен. Сейчас уже дойным коровам. Всего 60 голов. В сутки 500 тонн молока. Вчерашнее вечернее у нас забрали утром. А это охлажденное уже сегодняшнее. Молодой фермер сдает его перекупщикам по 16 рублей 30 копеек за литр. Выгоднее возить напрямую на завод. Но пока водителя нанимать не рентабельно. Выйдем примерно на тонну. Тонну уже будет рентабельно, я считаю, возить самим. То есть нанять машину, нанять человека, посадить за руль и каждый день увозить, сдавать. Чтобы молока было больше, надо расширяться. Для этой цели на земле фермера право Торова, а у него 600 личных гектаров. И закипела стройка. Новоарочник планирует закончить к ноябрю. Он рассчитан на 90 дойных коров. А от ручного труда Виктор откажется. Привезное содержание, молокопровод, автоматическая уборка навоза, автопоилка. Здесь все будет по современным стандартам. К трем кредитам, правда, добавится еще один. Но это того стоит. Виктор все просчитал в бизнес-плане, который представил на конкурс начинающий фермер в областной департамент АПК. И выиграл миллион рублей. Добавил соду и купил новенький трактор «Беларусь». На нем предстоит этой осенью вспахать 200 гектаров земли, чтобы уже будущей весной посеять тут ячмень для скотины. Оптимальный вариант по деньгам. Иномарку не потянуть никогда. Они более активны, потому что они в состоянии действительно сегодня, имея определенный уровень знаний и бизнес-плана, разработать более красивый, так скажем. Ну и реально понимать, что не хватит сил и энергии. Речь про начинающих фермеров. За четыре года уже 68 человек поддержали грантами. 46 миллионов рублей выделили на покупку техники, животных и проектирование объектов. В этом году из 23 заявок положительные решения под 9. И на фермера из Каньги большие надежды. Сам Виктор говорит, его секрет успеха в том, что в свои 28 он живет без интернета. В социальных сетях ему сидеть просто некогда. Его коровы ждут. Анастасия Лизаревич, Алексей Красных. Тюменское время.